Быстрый ход и меткая стрельба. Чтобы прийти к финишу первым, нужно в совершенстве владеть этими навыками, ведь биатлон – спорт для выносливых и целеустремленных, а мастерство здесь приходит с возрастом. За звание медали спортсмены борются вплоть до 30 лет, а после переходят в отдельную категорию. Ветераны, или как их называют мастера, собрались в эти выходные в Рязани, чтобы принять участие в открытом чемпионате области по биатлону. За звание лучших боролись более 10 человек из Ульяновска, Екатеринбурга, Саранска, Москвы и Рязани. Их ждала эстафета, спринт и массовый старт. Масс-старт проводится на дистанцию 15 километров, а для вот этой категории участников мы сделали дистанцию 10 километров. На всех чемпионатах России среди ветеранов вот этого возраста дистанции проводится 10 километров. В остальном правила классические. На дистанции 4 огневых рубежа. Два из положения лежа и два из положения стоя. За каждый промах нужно пробежать лишние 150 метров. Преодоление дистанции занимает около получаса, а ведь самому взрослому участнику уже почти 60 лет. Геннадий Тихонов приехал из Москвы. Он вернулся в большой спорт после 25-летнего перерыва. Для меня лично это как наркотик, можно так сказать. То есть я вот без спорта уже себя не вижу. Уже 7 лет Геннадий вновь стоит на лыжах и участвует в международных соревнованиях. Сегодня он пришел на финиш вторым, но первым в своей возрастной группе. Готовимся к чемпионату мира, поэтому полномерно результат повышается довольно-таки хорошо. С большим отрывом в массовой гонке победил самый титулованный участник. Многократный чемпион России и мира. Победитель Олимпийских игр в Канаде среди ветеранов. Вадим Трифилов профессионально занимался биатлоном до 19 лет, а потом ушел из спорта. Всех этих результатов могло не быть, если бы спустя 14 лет не нахлынули старые эмоции. Тут особо вдохновения не потребовалось. Просто встал на лыжи и понял, что я слишком много потерял, не катая все это время. Вадим живет в Екатеринбурге, но ехать или нет в Рязань сомнений не было. Ведь для него это не просто соревнование, а уже образ жизни. У нас не пугают эти расстояния. Правда, для нас лишний повод собраться – это огромное счастье. Встретиться еще раз с друзьями, пообщаться, подготовиться, повариться в этой каше, приготовить лыжи, отстреляться, поделиться впечатлениями. Это здорово. Гонка прошла в дружеском, но азартном формате. Каждому хотелось показать себя и посмотреть на других. Лучшие получили кубки и медали. А вручить награды, поддержать спортсменов и оценить Рязанскую трассу приехал двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Все организовано достаточно четко, очень профессионально. И использованы самые передовые средства для проведения соревнований. Это электроника и хорошая судейская бригада. То есть все на самом высоком уровне. Можно проводить соревнования, на самом деле, даже международные. Пока для Рязани биатлон – самый юный вид спорта. Ему всего два года. Нарастет он огромными темпами благодаря усилиям тех, кто его любит, обмену опытом и дружескому общению спортсменов со всей страны.